Медицинские вопросы обсуждали и на мировом уровне. На полях 71-й сессии Генассамблеи ООН произошло сразу несколько уникальных событий. Впервые принята политическая декларация по устойчивости к антибиотикам. К тому же 60 стран стали участниками Парижского соглашения. Прошел форум министров иностранных дел по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Обо всем подробно Майра Абдрахманова. Пока продолжались общие пления 71-й сессии Генассамблеи ООН с участием президентов Финляндии, Хорватии, Чехии, Доминиканской республики и премьер-министров Японии, Австралии и Пакистана, в соседних залах происходили дебаты по другим актуальным и волнующим вопросам современности. Оказалось, что в 105 странах туберкулез уже не подается лечению. Многие противомикробные препараты, в том числе антибиотики, уже не действуют из-за устойчивости организма. Об этом говорили сегодня генеральный секретарь ООН Пан Гимон и руководители Всемирной организации здравоохранения на специальном заседании высокого уровня. Государства-члены организации впервые в истории решили объединить усилия для борьбы со спространением инфекции и приняли политическую декларацию по устойчивости к антибиотикам. Настроение руководителей ООН заметно улучшилось во время другого мероприятия в рамках 71-й сессии Генеральной Ассамблеи. Сегодня представители еще 31 государства вручили генеральному секретарю противникационные грамоты о присоединении к Парижскому соглашению по климату. Подписи под этим документом уже поставили 180 стран. Пан Гимон даже назвал этот день важным для планеты, для многосторонних отношений и для повестки дня в области устойчивого развития. Подписав Парижское соглашение в августе этого года, Казахстан продолжает продвигать другую, не менее важную инициативу. На восьмой министерской встрече организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний глава внешнеполитического ведомства нашей страны Ерлан Эдрисов отметил. Мы вновь обращаемся к восьми оставшимся государствам продемонстрировать сильную политическую волю и ратифицировать договор без каких-либо условий. Мы приветствуем инициативу о поддержке договора через принятие резолюции Совета Безопасности ООН. Но считаем это пока минимальным шагом на данном этапе и призываем все страны-члены ООН предпринять еще более всеобъемлющие и решительные меры для того, чтобы договор как можно быстрее вошел в силу. К выступлению министра Эдрисова присоединились его коллеги из Японии, Германии, Канады, Южной Кореи, Нидерландов, а также главы Европейского Союза и других международных организаций. Позже они вели переговоры в специальных кабинах для двусторонних встреч и более детально обсуждали вопросы дальнейшего сотрудничества. В эксклюзивном интервью министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия Маргарио говорил о дружбе короля Хуан Карлоса с президентом Нурсултаном Назарбаевым. Подтвердил участие их страны на выставке Экспо-2017 в Астане, а также отметил важность предстоящей работы Казахстана в Совете Безопасности ООН. Пребывание в составе Совета Безопасности ООН повысит авторитет вашей страны на международной арене и вы сможете оказывать влияние на обеспечение мира на планете. Это очень важная роль, которую, я уверен, вы прекрасно выполните. В этот же день казахстанскую делегацию принял новый председатель Генеральной Ассамблеи ООН Питер Томпсон. Он хорошо знаком с приоритетами нашей страны в работе с международной организацией и выразил поддержку инициативам Казахстана. День завершился встречей министров иностранных дел Центральной Азии, посвященной предстоящей работе нашей страны в составе Совета Безопасности ООН. Майра Драхманова, Ринат Садыров, Хабар-24, Нью-Йорк, США. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова